Аэропорт Внуково Аэроэкспресс отправится. Разница времени в пути небольшая. В обоих случаях вы доберетесь примерно за равное время. Но что по цене? Стоимость проезда в метро по тройке составляет 57 рублей. А на Аэроэкспрессе, как вам сказать, у него довольно большое тарифное меню. Но за обычный рейс в одну сторону вы заплатите целых 525 рублей. Более того, поскольку Аэроэкспресс следует лишь от вокзала, удобнее всего добираться до этого самого вокзала именно на метро. Ну да, все верно. Вы переплатите ровно 525 рублей. А за что? Вас довезут к тому же аэропорту Внуково, что и на метро. Только в 9 раз дороже. И самое главное, Аэроэкспресс это не метро. Здесь придется сверяться с расписанием. Интервалы движения составляют 1 час. Тогда как время в пути до аэропорта всего полчаса. Похоже, компания Аэроэкспресс наконец поняла, что их маршрут во Внуково уже нафиг никому не сдался. Поэтому с 1 августа 2024 года он прекращает свою работу. И да, сразу видно, что компании вообще пофигу на пассажиров. Ну как можно перепутать на официальном сайте МЦК и МЦД? По железной дороге все еще получится попасть в аэропорт Внуково. Рейсы туда останутся, но сменится перевозчик. Теперь и здесь будет СППК. Зато стоимость проезда ощутимо снизится. Теперь оно составит 280 рублей. Скорее всего, в аэропорт пойдут обычные рексы. Но на ситуацию с пассажиром потока это вряд ли как-то повлияет. Работа аэроэкспрессов по маршруту Москва-Пассажирская-Киевская аэропорт Внуково началась в мае 2008 года. Тогда были запущены с виду обычные электропоезда ЭД-4М. Но, во-первых, они были фирменные ливреи. А во-вторых, салон был оборудован кондиционером, комфортными сидениями, а также местами для багажа. Чуть позже на киевское направление стали наведаться усовершенствованные электрички ЭД-4МКМ Аэро. Аэроэкспрессом во Внуково работали и легендарные двухэтажные электропоезда «Штадлеры». Прокатиться на таком действительно стоит. А с 2019 года практикуется аренда электропоездов «Ласточка» у депо Крюково. Вплоть до прекращения движения аэроэкспрессов во Внуково эксплуатировались С2Г-103, 104 и 105. Теперь эти «Ласточки» вернутся на ленинградское направление и ускорят процесс замены старых ЭД-2М на поезда нового поколения. В самой концепции скоростной электрички в аэропорт ничего плохого нет. Проблема лишь в жадности перевозчика, который устанавливает совершенно невменяемую цену билета. Именно высокая цена стала ключевым фактором непопулярности аэроэкспресса во Внуково. Никому не выгодно столько платить, если почти за то же время можно доехать на метро. А если у человека позволяют деньги, он 100% выберет такси, которое довезет его от дома до самого аэропорта. А что с другими направлениями аэроэкспресса? Маршруты до аэропорта Шереметьево и Домодедово продолжат свою работу в обычном режиме. С теми же бесчисленными тарифами и высокими ценами. Там конкуренция остается на стороне аэроэкспресса. Почему решили закрыть именно внуковское направление? При службе компании это не уточняют. Зато хвастаются цифрами, что за 16 лет они перевезли 30 миллионов пассажиров. Кажется, это много. Для справки, годовой пассажиропоток солнцевской линии, которая также ведет во Внуково, составляет 54 миллиона. При сравнении этих цифр очевидно, что метро просто уничтожило аэроэкспресс. Никому не выгодно платить настолько высокую цену, не получая взамен ни выдающийся сервис, ни удобства в передвижении. Теперь пассажиры, ездившие во Внуково на аэроэкспрессе, ездят в тот же аэропорт на метро. С минимальной разницей во времени, но зато колоссальной разницей в цене. Салон Салон Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, ну даже состав нормальной длины не могут подать. Все-таки придется на метро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА